всем привет друзья вы на вязальном канале вязать легко слали мой канал вязание спицами и крючком здесь я делюсь своими опытом и своими наработками подчеркиваю именно своими нахожусь в постоянном поиске поиски новых идей для творчества и вдохновения подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео в каждом из них вы обязательно найдете что-то полезное для себя это может быть какой-то интересный наборной край или какой-то узор или схема на моем канале все систематизировано все материалы собраны в отдельные плейлисты чтобы легко можно было найти нужное видео хочу немного внести ясности в интернете можно найти огромное множество интереснейших моделей так вот в своих мастер-классах я в большинстве случаев разрабатываю свои схемы и свои алгоритмы иногда пытаюсь связать по описаниям к моделям из интернета если конечно они там есть дело в том что некоторые фото в интернете идут просто без описаний а сейчас прежде чем перейти к практической части хочу проанонсировать свою новую задумку осенью мы все вместе начали вязать джемпер с алиэкспресса это для легкости я его так называю эта модель повышенной категории сложности но многие все же попытались связать и успешно связали ссылку на эти ролики я оставлю в описании есть все четыре части первая часть вязание джемпера снизу вверх круговым вязанием здесь я показала все расчеты по вязанию нитки какие нужно подобрать и так далее второе второй ролик это переход и вязание переда и спинки поворотными рядами там где мы разделили вязание на перед и спинку и продолжить продолжили вязать вверх до скосов плеча и выреза горловины третий ролик это скосы плеча и горловина это пожалуй самый удачный мой мастер-класс и самая удачная горловина посмотрите вот она перед вами и четвертый ролик вязание рукава которая можно посмотреть в обзорном видео по текущим процессам за ноябрь обязательно найдите если кто-то хочет научиться вязать рукав хотя его вязать очень легко и просто все это я собрала в отдельном плейлисте теперь плавно переходим к сути когда я нашла фото подобного джемпера в стиле реглан то решила обязательно связать именно реглан хотя для меня это совершенно новая тема но нужно же когда-то начинать не святые же горшки обжигают вязать буду сверху вниз от горловины далее после горловины свяжу росток и продолжу вязание узором но теперь этот узор будет иметь более ярко выраженные дырочки вот как на этих джемперах предварительно для вязания я подобрала пряжу вот она моя пряжа это пряжа фабрики газал называется она baby cotton здесь 50 граммах 165 метров достаточно тоненькая нитка составе и входит 40 процентов акрил и 60 процентов хлопок вот такие изумительные постельные тона и возможно я добавлю еще вот этот вот коралловый цвет но может быть и не буду добавлять спицы номер 4 друзья это был анонс моих будущих процессов как говорится кто за прошу голосовать напишите несколько слов в комментариях как вам моя идея вам не сложно а для меня это очень и очень важно друзья теперь перейдем к практической части во первых мне очень и очень жаль что мое вот такое вот красивая нежная изумительная пончо не нашло отклика у вас мои хорошие зрители значит я что-то делаю неправильно но сейчас не об этом а именно в своем мастер-классе я опять-таки подробно разберу начало вязания и вязание ростка стоя лишь оговоркой что это не обязательно должно быть пончо сейчас интернет буквально заполонили модели модных интересных жилетов и безрукавок давайте посмотрим они связаны различными узорами это и резинка 2 на 2 и жемчужная резинка и просто лицевая гладь в моем случае это узор зигзаг миссони все эти жилеты и безрукавки связаны точно по такому же принципу то есть вы можете взять за основу мой мастер-класс по вязанию ростка начала вязания и ростка то что я сейчас буду рассказывать и показывать на практике принцип точно такой же как у меня это все та же имитация реглан погона одним словом бесшовный кокон еще можно применить эту легчайшую конструкцию связать шикарный цель навязанный свитер или платье или джемпер на моем канале есть мастер-класс по вязанию платья кокон если кому интересно то смотрите во всех подробностях как же вяжется этот самый кокон или реглан имитация реглан погона сейчас представлю вашему вниманию схематическое объяснение а затем покажу на практике весь процесс на примере вязания моего пончо разница лишь в том что для безрукавки джемпера или платья нам не нужно прибавлять такое количество петель как на пончо тем более что мы будем вязать только росток вот наше начало вязания перед вами вы видите это воротник я сделала вот такой высокий воротник 20 сантиметров его можно носить вот так вот можно заворачивать складывать вдвое то есть на любой вкус как вам удобно так и делайте можно сделать даже выше теперь повторюсь еще раз вот наше начало вязания от воротника сверху вниз мы вяжем набираем необходимое количество петель у меня это девяносто шесть петель если вы хотите набрать меньше чтобы воротник был у вас более прилегающий то наберите меньшее количество петель дальше связав воротник мы делим наше полотно на 4 части здесь вот вы видите что мы делим на 4 сектора 2 сектора у нас по 8 петель и вяжем мы эти секторы резинкой 2 на 2 а 2 сектора по 40 петель это у нас спинка и вперед давайте взглянем на схему вот моя схема и комментарии к этой схеме набираем 96 петель воротник у нас 20 сантиметров или как по вашему желанию можно меньше можно больше делим вязание на 4 сектора 2 сектора на погоны 8 петель резинкой 2 на 2 и 2 сектора перед и спинка по 40 петель это лицевая гладь с этим понятно теперь переходим к вязанию ростка росток мы будем вязать 10 рядов поворотными рядами теперь смотрим на схему вот у нас центр переда от центра переда влево и вправо мы отсчитываем по 9 петель если у вас другое количество петель то отсчитывайте по 7 петель или как или большее количество тогда тут будет больше это у нас навешиваем маркеры это у нас пятая точка разворота именно 5 поскольку мы будем начинать наши точки разворота вот в этих местах далее объясню и станет более понятным теперь от этих точек мы отсчитываем 4 раза по 2 петли опять-таки в направлении погона смотрите вот сюда мы отсчитали 2 петли навесили маркер сюда отсчитали 2 петли навесили маркер сюда отсчитали навесили маркер и последний маркер отсчитал 2 петли вот здесь мы навешиваем получается в эту сторону мы тоже самое навесили наши маркеры у нас получилось 10 точек разворота по 5 точек разворота слева и справа с этим все понятно теперь начинаем вязание ростка наиболее важный момент который вы должны запомнить у нас есть две точки а и а1 смотрите вот здесь я написала что а это у нас начало самого вязания мы вязали воротник и начинали именно вот от этой точки здесь у нас висит маркер далее вы увидите как это выглядит а один это начало вязание ростка мы смещаем эту точку вот сюда она находится у нас не доходя до погона пару петель 1 или там сколько ну я одну оставила навесила маркер здесь я неправильно немножечко нарисовала вот смотрите начало вязание ростка у нас от точки а1 мы вяжем лицевыми петлями вот в этом направлении смотрите сюда и останавливаемся в первой точке разворота вот она у нас первая точка разворота затем мы поворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем изнаночный изнаночный ряд изнаночными петлями до первой точки разворота уже с противоположной стороны теперь мы поворачиваем вязание на лицевую сторону и уже от этой первой точки разворота продолжаем вязать лицевой ряд до второй точки разворота вот с этой стороны сейчас я немножечко вернусь назад и объясню зачем я сместила вот эту точку сюда это очень важный момент чтобы вы поняли его эту точку я сместила для того чтобы поскольку у нас идут прибавления по линиям плеча мы прибавляем по одной петле в каждом ряду если в рекламные линии это у нас 4 линии вот так вот как обычно и мы прибавляем по одной петле с каждой стороны этих регланных линий в каждом втором ряду у нас получается что в ряду 8 прибавлений при вязании реглана а здесь у нас будет в каждом ряду по 4 прибавления вот здесь мы прибавим 2 петли и здесь 2 петли но если мы начнем вязание из точки а сделала ошибку надо исправить если мы начнем вязание из точки а то мы прибавим одну петлю а здесь этой петли не будет значит я сместила вязание вот сюда в точку а 1 и выполнила это прибавление и таким образом у нас все ровненько мы прибавим необходимое количество одинаковое количество петель с левого плеча и с правого плеча вот я перенесла видите перенесла сюда с этой точки мы начали провязали лицевой ряд изнаночный ряд затем еще лицевой ряд теперь мы развернулись и вяжем изнаночный ряд это у нас четвертый ряд далее мы разворачиваемся вот в этой вот точки разворота разворачиваемся и вяжем лицевой ряд и останавливаемся уже в третьей точке разворота поворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем изнаночный ряд изнаночными петлями здесь мы останавливаемся опять таки в третьей точке разворота далее поворачиваем вязание на лицевую сторону и вяжем лицевой ряд довязали лицевой ряд остановились 4 точки разворота вот с этой стороны повернули вязание на изнаночную сторону и вяжем изнаночный ряд до 4 точки разворота теперь уже с противоположной стороны то же самое мы провязываем поворачиваем вязание вяжем лицевой ряд до пятой точки разворота затем поворачиваем вязание вяжем изнаночный ряд до пятой точки разворота здесь мы поворачиваемся вяжем лицевой ряд и этот ряд у нас завершающий круг круговой ряд вот смотрите вот мы продолжаем вязание этого ряда продолжаем и останавливаемся вот в этой точке которая была у нас первоначально вот так вот мы продолжили наше вязание довязали наш росток и теперь посмотрите по спинке мы нарастили вот мы нарастили 4 сантиметра у меня это 4 сантиметра а здесь у нас идет углубление вот оно это углубление и теперь мы переходим на вязание на вязание основного узора все это сейчас вы посмотрите на практике научитесь я надеюсь успехов вам в вашем вязании в вашем творчестве друзья друзья только что мы рассмотрели на схеме все подробности вязания ростка сейчас попробуем все это воспроизвести на практике во первых в процессе вязания ростка необходимо будет выполнить прибавления по линиям плеча вот они наши линии плеча которые я отметила голубыми маркерами слева и справа то же самое вот посмотрите и поэтому чтобы наше прибавление были синхронными необходимо временно сместить начало ряда смотрите внимательно вот наше начало ряда я его отметила вот таким вот колечком теперь я смещаю начало ряда чтобы начать ряд вот именно с прибавления по линии плеча вот я смещаю точно такое же колечко навешивая вот в этом месте вот для чего это нужно чтобы потом вы не задавали вопросы не задумывались что же это за колечко далее смотрим далее от центра изделия как я вам уже говорила вот наш центр изделия мы отсчитываем по 9 петель слева и справа и навешиваем вот такие маркеры одинакового цвета я розовенькие навесила сиреневых не хватило теперь от каждого вот этого вот маркера мы отсчитаем еще по 2 петли и навесим маркер это будут наши точки разворота они должны быть одинаковые слева и справа смотрите здесь у нас 9 петель навесили маркер далее две петли навесили маркер 3 петли 2 петли навесили маркер еще две петли маркер и еще две петли маркер всего точек поворота у нас 5 с одной стороны и 5 с другой и мы начнем вязание ростка начнем наше вязание самого первого ряда и в этом первом ряду нам необходимо провязать лицевой ряд до первой точки разворота ростка при этом мы должны прибавить 4 петли по линиям плеча сейчас я вам все это покажу вот у нас начало ряда мы маркер снимаем и вот эту петлю мы провязываем лицевой провязали теперь нам нужно выполнить 1 накид любым способом каким вы хотите хоть из протяжки как угодно есть выполнила накид далее маркер перебрасываем и провязываем 8 петель по рисунку резинкой 2 на 2 это у нас первая линия плеча 1 2 3 4 5 6 7 и 8 провязали теперь маркер мы перебрасываем и делаем еще один накид вот таким вот образом мы прибавили две петли слева и справа от первой линии плеча далее мы вяжем лицевыми петлями 40 петель до следующей прибавки довязываем наши петли и здесь у нас вторая линия плеча плеча у нас два поэтому мы два две линии наметили теперь мы делаем очередную прибавку накид маркер перебрасываем и вяжем 8 петель по линии плеча резинкой 2 на 2 не забываем 3 4 5 6 7 8 маркер перебрасываем выполняем еще один накид таким образом мы прибавили две петли слева и справа и продолжаем вязать до первой линии разворота лицевыми петлями 1 2 3 у нас здесь 3 петли теперь у нас первая точка разворота вот она этот маркер мы убираем у нас он нам уже не нужен вязание поворачиваем на изнаночную сторону выполняем накид или скрещенный накид и вяжем ну лучше такой накид наверное выполнить и вяжем изнаночный ряд по рисунку при этом мы также будем выполнять прибавление вот этот накид мы провяжем изнаночной петлей и после него еще один накид выполнили маркер перебрасываем вяжем 8 петель резинкой 7 и 8 так маркер перебрасываем и выполняем накид если вам неудобно эти маркеры вы их уберите теперь из накида мы провяжем изнаночную петлю эта петля у нас относится к петлям спинки и в этом ряду у нас их уже 42 и мы провязываем наши 42 петли не забывайте что две петли изнаночных из накида все остальные также изнаночные довязываем приближаемся к следующей линии плеча повторюсь еще раз изнаночную провязываем из накида и далее 1 накид теперь у нас 8 петель резинкой 2 на 2 7 и 8 маркер мы перебрасываем выполняем 1 накид и вяжем до следующей точки разворота ростка вот она наша . разворота это с противоположной стороны мы выполнили разворот вот с этой стороны теперь выполняем с этой точно так же мы снимаем маркер поворачиваем вязание на лицевую сторону выполняем накид и вяжем лицевой ряд все то же самое сначала мы до начала до начала ряда доходим это у нас второе начало ряда с которой мы вот в данный момент работаем теперь вяжем дальше лицевые петли лицевая из накида и выполняем прибавление прибавление запомните мы должны выполнить 10 раз в каждом ряду прибавив по 4 петли запомнили 10 раз в каждом ряду поэтому я не буду каждый раз заостряться на вот этом прибавление а просто будем без провязывать наш ряд как я вам уже сказала сейчас мы вяжем третий ряд это лицевой ряд мы выполнили второе прибавление во второй точке плеча вернее не точки а линии плеча теперь нам нужно вот довязать до этого маркера это вторая точка разворота так довязываем но прежде нам нужно пройти вот это место где у нас был накид нам нужно провязать этот накид вместе с вот этой лицевой чтобы лицевая была сверху накид рекомендую вот так вот перекрестить еще раз покажу вот он наш накид вот он висит обычно на спице мы его вводим спицу во внутрь снимаем вот так вот за заднюю стеночку и перевешиваем его разворачиваем а теперь провязываем вместе лицевую и накид с наклоном вправо вот так вот мы провязали это для того чтобы у нас вот эти вот переходы были менее заметны далее мы провязываем следующую лицевую и здесь у нас маркер видите да мы маркер снимаем поворачиваем на изнаночную сторону и вяжем до следующей точки разворота не забывая при этом выполнять прибавления по линиям плеча вяжем четвертый ряд смотрите внимательно нам нужно довязать до следующего маркера при этом вот эти две петли мы должны провязать вместе изнаночной и так чтобы изнаночная была сверху другими словами изнаночной скрещенной таким образом мы изнаночную нашу разворачиваем накид также разворачиваем и провязываем вот так вот за заднюю стеночку эти две петли вместе изнаночной скрещенной вот видите с лицевой стороны это вот так вот смотрится далее провязываем еще одну изнаночную петлю дошли до точки разворота маркер убираем вязание поворачиваем накид и вяжем пятый ряд все то же самое выполняя прибавление по линиям плеча петли спинки и направляемся к точке разворота это у нас уже будет третья точка разворота пятый ряд и сейчас мы приближаемся к третьей точке разворота но прежде мы должны провязать вот этот предыдущий накид как вы помните я его вот так вот разворачиваю опять же за заднюю стенку ввожу спицу и левой спицы надеваю его на левую спицу теперь провязывая 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязала и далее еще одна петля здесь у нас маркер это третья точка разворота маркер мы убираем вязание поворачиваем на изнаночную сторону и теперь продолжаем вязать изнаночный ряд 6 ряд выполнив накид продолжаем вязать изнаночными петлями не забываем выполнять прибавления по линиям плеча продолжаем вязание шестого ряда это изнаночный ряд и мы приближаемся к точке к третьей точке разворота уже с противоположной стороны предварительно мы провяжем вот эти две петли накид и петлю провяжем изнаночной скрещенной вот так вот мы разворачиваем изнаночную петлю накид мы тоже разворачиваем и провязываем за заднюю стенку накид и изнаночную петлю скрещенной петлей и с лицевой стороны у нас получается вот так вот далее еще одна петля и вот он наш маркер это третья точка разворота мы убираем маркер вязание поворачиваем на лицевую сторону и вяжем седьмой ряд седьмой ряд мы его провязываем лицевыми петлями по переду и спинке петлями резинки 2 на 2 провязываем по линиям плеча не забываем делать прибавление в линиях плеча посмотрите еще раз я вам как напоминание покажу вот здесь мы провязываем лицевую петлю из накида далее выполняем накид провязываем 8 петель плеча резинкой 2 на 2 надеюсь вы помните вот так вот 8 петель провязали выполняем накид и далее вяжем лицевыми петлями петли спинки до следующего прибавления и до следующей четвертой точки разворота ростка напоминаю мы вяжем 7 ряд сейчас мы выполним нашу четвертую точку разворота с лицевой стороны но прежде нам нужно провязать этот накид который мы как обычно разворачиваем вот так перевернули и провязываем 2 вместе накид и лицевую лицевой с наклоном вправо вот так вот провязали расправили если есть необходимость дальше у нас одна петля и маркер в этой точке мы должны развернуть наше вязание на изнаночную сторону что мы благополучно делаем и теперь выполнив накид вяжем изнаночный ряд 8 ряд и нам нужно связать до противоположной точке разворота ростка вяжем 8 ряд приближаемся к точке разворота ростка это четвертая наша . с изнаночной стороны здесь мы разворачиваем изнаночную петлю вот таким вот образом и провязываем ее вместе с накидом изнаночной скрещенной вот так вот провязали одна изнаночная здесь у нас маркер вот мы дошли до нашей точки убираем маркер и поворачиваем вязание на лицевую сторону теперь нам осталось провязать 9 и 10 ряд выполняем накид и вяжем лицевые петли не забываем делать по две петли прибавлений по линиям плеча в целом мы прибавим 4 петли в этом ряду равно как и в предыдущем пытается спица в этом пуху девятый ряд сейчас мы приближаясь к точке разворота это у нас уже пятая точка разворота последняя про вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид разворачиваем и провязываем вот так вот за передние стенки слева направо вводим спицу захватываем нитку провязываем 2 вместе лицевую и накид лицевой провязываем теперь одна лицевая здесь у нас . разворота маркер мы убираем видите мы развернулись уже пять раз никаких у нас нет дефектов никаких дырочек никаких отверстий все ровненько аккуратненько при этом мы прибавили наши петли по линиям плеча теперь мы разворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем изнаночный ряд до следующей до пятой точки разворота уже с противоположной стороны довязываем 10 ряд это изнаночные петли приближаемся к 10 уже последней точки разворота здесь у нас 2 вместе накид и изнаночную мы должны провязать вместе изнаночную мы разворачиваем вот так вот и теперь провязываем вместе этот накид и изнаночную петлю за заднюю стенку вот так вот посмотрите провязали еще одна изнаночная теперь последний маркер мы убираем и разворачиваемся это . разворота нашего ростка последняя оставшаяся . теперь слушайте внимательно и сейчас на экране появится информация что мы будем делать дальше а дальше мы будем вязать в круговые ряды вот этом вот в этом ряду мы сейчас уберем лишний маркер который обозначал у нас начало ряда смотрите внимательно друзья запоминайте этот момент смотрите вот у нас был второй наш второе на что начало ряда мы убираем этот маркер и теперь начало ряда у нас смещается к исходным вот там где она была изначально и мы будем вязать начинать вязание наших рядов уже с этой точки сейчас я вам довяжу и вы посмотрите внимание друзья важная информация начало ряда теперь мы сместили вот там где она была изначально как я вам уже сказала вывязывая росток это 10 рядов ростка мы с вами запомните вот запомните этот момент запишите его это очень важно смотрите мы прибавили по 10 петель слева и справа с каждой стороны по линиям по линиям плеча так но у нас вот с этой стороны 9 прибавли 9 петель посчитаем раз два три 4 5 6 7 8 и 9 накид давайте я довяжу до этого места 9 так а с этой стороны у нас 10 прибавлений значит мы прибавляем еще один раз вот так вот прибавили и теперь у нас все правильно все ровно здесь 10 петель прибавлено и здесь 10 петель прибавлено маркер перебрасываем и провязываем петли по линии плеча